итак для начала всем привет сало сегодня готовим сало что же нам понадобится для что приготовить сало нам понадобится кусочек сала чистого и еще такая прекрасная штука называется сало мясо или на испанском панцета или на испанском панцета так для начала возьмем сало мы приготовим два рецепта сала поэтому один будет немножко быстрее другой будет много срочный разделим сало на две части разрезаем до конца вот оставляем только шкуру чтобы сама была отсоединена шкурой и повторяем процесс на протяжении всего кусочка вина толщиной в палец ну или полтора сантиметра если конечно наработанные и повторяем тот же процесс поперек вот такой кусочек у нас получился сейчас мы его засолим вкусно и очень быстро итак что же нам понравится для сала действительно сало красный перец острый черный перец соль и чеснок чеснок возьмем мелко нарежем тоненькими пластиночками чтобы вставить его между салом чтобы сало сцеплями промариновалось и было вкуснее вот чеснок вообще отлично подходит к салу по вкусу он добавляет ему такой пикантный острый приятный вкус вообще сам чеснок он очень полезно для человеческого организма и способствует пищеварению вот мелко нарезали и сейчас ставим между кубиками сала между каждыми полосками ставим одну полосочку чеснока одну дольку вот вообще сало на руси говорят начали использовать с приходом ангела татар то есть они нам принесли это замечательное блюдо но с тех пор закоренилось закоренилось и осталось в нашей культуре до сих пор также сало поступил поступило в европу именно от нас от славян способы его приготовления очень различные теперь после добавления чеснока немножко поперчим его примерно в промежутках между нашими кусочками чтобы попал перец перец добавляем во вкусу все специи добавим по вкусу сверху тоже немного обсыплем это был красный острый перец сейчас добавим немножко черного еще душистого перец так теперь переходим к соли в отличие от мяса перец очень сложно она берет тут ту соль только ту соль которая ей нужна вся остальная вся остальная соль останется ее можно будет потом счистить посолить нужно хорошо со всех сторон вот теперь мы этот кусочек завернем фольгу и где-то примерно через шесть-семь часов его уже можно будет употреблять переходим к следующему куску так на этот кусочек мы не будем добавлять чеснок так как не всем людям нравится хотя он очень полезен просто посолим поперчим его так посолили поперчим я люблю острое поэтому добавляю много перца вы судите по своим вкусам в каких пропорциях чего добавлять добавим еще немножко соли хорошенько разотрем вот это же естественно готовится немножко дольше нужно будет оставить сало на пару-тройку дней вот вот так вот только так его закопнем и уберем холодильник на 3-4 дня так теперь приступаем к салу мясу то есть это вот именно та часть где присутствует сало и мясо естественно из которого делается декон посолим посолим поперчим сначала добавлю немножко перца добавлю меньше перца чем в предыдущие куски так как здесь присутствует мясо оно будет немножко больше похоже на бастурму то есть нам отдельно понадобится еще пакет чтобы завернуть так как здесь присутствует мясо оно будет выделять влагу нам понадобится еще отдельно пакет который мы завернем наше сало уже с фольгой напустим в пакет и нужно будет наверное посмотреть за жидкостью мы используем сухой чеснок в процессе жидкостью не будем дадим вам промариноваться в собственном соку примерно трое суток и после этого мы вам покажем что с ним можно будет сделать и как его можно будет подать сюда же добавим лавровый лист размятый для более насыщенного аромата что лежит не нужно это сало сало должно быть соленым а мясо не должно испортиться заворачиваем заворачиваем завернем за конфетом и шовом вверх вот шов да у нас получается в разделении сложим в лопановый пакет и отправляем в холодильник на трое суток с вами были Саша и Паша это канал мы готовим вкусно подписывайтесь на наш канал не забывайте задавать на вопросы для нашего блога всем приятного так всем привет сегодня мы выбрали шашлыки видео которые можете посмотреть в уголку будет и я хочу вам показать как все таки у нас закончилось маринад сало вот как видите фактура упругая сало полностью просолилось мы добавили через сутки еще горсть соли потому что сало приняло полностью забрало всю соль ну и вот так вот у нас получилось сейчас я разрежу отрежу кусочек чтобы вам показать рекомендуем вам положить сало в морозилку чтобы потом его было легче нарезать очень вкусно честно подписывайтесь на наш канал и следите за нашими рецептами шашлык не шашлык но наше сало которое мы готовили с Сашей в одном из прошлых выпусков вот оно кубиками такое нарезанное прикольное уходит на ура мы только начали но уже половины практически нету вот так вот это просто божественно вам обязательно стоит попробовать чем картошку а и и и и и и